он весь экран так есть так ну слава богу рад что рад вас видеть потому что прошлый раз творила что-то невообразимое в том плане что вот эти стенды для нет не только для вашего предмета но и там для другого здесь вот для других групп тоже вот эти стенды нужно было сделать вот и я их перенес что-то 8 аудитория том что мы тоже вот и уже все было готово даже они пару дней работали вдруг там стали отключать свет ой потом этот свет подали как-то частично потом пришли электрики нашли это и опять это дело отключили в общем короче страх и ужас как раз они отключили вот я подключал камеру вот прямо в некоторые видели там меня вот и потом буквально там через минут обрубили и вообще там на всем этом на всем этом этаже во всем этом здании не было света нужно было мне ехать домой чтобы это сделать но пока я приду домой это полтора часа на поселок отовского и там в общем это и все вот поэтому уже все это там завалилось все это дело сегодня я уже дома из дома все это вещаю вот дома я восстановил значит для наш для нас один стенд для других там курсов да еще там два стенда вот и там студенты заходят работа даже кто-то из группы из наших тоже при заходил и там дело работы на этом стенде ки по теме интернет вещей я там начать телеграм канале уже выложил там доступ в теме вере какие там коды чтобы туда зайти вот проверили там все работает написала что-то там вай-фай местный мой вот сковоролем то есть все должно быть хорошо вот поэтому жалко конечно так получилось но раз такое дело то я вот там сейчас опять включили свет но дело в том что в других на других кафедрах я имею ввиду в других корпусах свет выключили уже две недели сдацию институт должен много денег за свету вот поэтому там это что включили это неизвестно сколько надолго так проблема в том что еще и дома отключились вчера какое-то было плановое отключение и сейчас у 15 до 6 нет не было света общем короче ужас и там периодически и света вчера и там иногда отключает на пять минут иногда там на полчаса в общем короче нужно еще даже для дома еще какой-то бесперебойник найти с аккумулятором с большим для того чтобы поддерживать это сама связь я не знаю может быть это так местное такое выключение на пройдет вот а может быть это уже эти выключения станут плановыми тогда точно будет нужно что-то делать чтобы потому что вчера допустим выключили свет и одну пару провел она ноутбуке там хватило зарядки на полтора часа вот и через мобильную связь вы представляете на вторую пару уже все не хватило душит не ну там были две последние пары 4 5 4 я еще смог а пятого нет вообще вот такая вот представляете такая вот ситуация вот но ничего я выкручусь там и значит сделаю этот бесперебойник там с большим аккумулятором чтобы его хватило там на ноутбуках они берут мало энергии в принципе это возможно долго-долго передавать а может быть дай бог у провайдера не пропадает ну проводного провайдера которому подключен не пропадает питание так может быть и будет еще и хороший интернет потому что через мобильные задержки были ну не сильный но заметно что она медленнее работает но терпимо понимаете так ребята такие организационные моменты значит что сегодня самое главное ребята это модуль вот я сейчас поэтому зайду значит на сайт наш и на модуль проду спасибо вопрос мы с вами повторим потому что нужно сегодняшнего дня уже этот модуль писать то есть перед переберете как у вас там есть какой-то номер не знаю экзаменационного по экзаменационного как это ученического или там пропускного или еще какого-то там бумажечки там какого-то документ документа что-то у вас есть помогу да и берете последний номер вот этого и вот значит вашего пропуска или там еще чего-то вот и поэтому последнему номеру делайте вариант на четыре варианта по этим самым по модулям ну и там там первые там два это нулю первый вариант вторые два это второй вариант и так далее треть это третье два и четвертый там значит это самый четвертый вариант но там еще получается должно бы 55 значит давайте я прямо сейчас напишу в telegram так это какая группа ребята первая ли вторая вторая группа рада хорошо давайте напишу все эти там эти числа значит с нуля по второму это это первый вариант и так это первый вариант с 2 по четвертый так с пятый седьмой третий вариант восьмой девятый восьмой девятый так так есть так вот примерно так там где-то два там где-то три цифры ну понятно так так есть пришли так значит вот эти вариант значит как где это искать значит мы заходим на наш сайт контроллер это ей пишу здесь адрес и так ребята скажите буквы все это на экране то что вы видите не слишком мелкая почему потому что тут разрешение экрана у меня сейчас вот огромный экран 1920 насколько это там какое-то безумное разрешение вам видно или нужно как-то увеличить размер чехта так подождите меня слышно раз раз да слышно слышно и вроде видно видно да хорошо знаю как остальные мне точно хорошо хорошо потому что там бывают уже текстовые эти самые надписи то они там уже все заходим на google диск так так есть и тут мы заходим и мы заходим на прошлый год 2020 осень и там есть у нас айоти и в этом ауте у нас есть модуль 1 и здесь берем эти первые 40 вопросов сейчас мы по ним с вами пройдемся так все это записывается останется в записи поэтому значит все будет хорошо так сейчас секундочку я тут еще секунду так поехали значит какие три дисциплины входит в предмет айоти то есть мы работаем с интернет вещами какие три предмета мы должны знать кто помнит ну скажем так предметами на предмета дисциплина какая но электроника мы должны знать пусть небольшой степени в какой-то степени до должны вот почему потому что там мы подключаем к нашему контроллеру всякие там реле лампочки там не знаю моторчики и прочие там серво двигатели нагревательные элементы можем подключить и вот как что правильно это подключить когда она учить какой-то резистор через какое-то реле дополнительно усиленная через какой-то усилитель там ну не знаю понимаете да вот как подключить пит по питанию все это дело как подключить батарейку измерить какой там ток потребления значит нужно знать или дисциплину электроника то сейчас еще там кто-то пришел вот а что еще как вы думаете нужно знать кто мне скажет здравствуйте для того чтобы интернет вещами заниматься что еще нужно быть как вы думаете программирование носить до программирование то есть нужно быть пусть не сильно но хотя бы немножко программирование вы видели там код коды все несложные алгоритм и к тоже и последнее нужно еще ребята понимать скажем так как бы это сказать там даже даже не одна дисциплина вот архитектура этого микроконтроля с которым мы работаем хотя бы немножко что туда входит а именно понимать какая ножка на вход какая на выход то есть это вот такие вот знания они вроде бы не по электронике и вроде бы не по программированию они связаны с внутренним устройством микроконтроллера также вот что интересно нужно знать немножко некоторые данные не просто по электронике по проводам а по радиотракту то есть какая частота передачи Какое проникновение этой радиочастоты, помните, сколько каналов в этом диапазоне можно работать. То есть, допустим, Wi-Fi, сколько каналов на Wi-Fi, я не помню, рассказывал я, по-моему, нет. Wi-Fi, допустим, 14 каналов. То есть, в идеале, напрямую к роутеру, к нашему Wi-Fi, мы можем подключить сразу 14 абонентов. Если число абонентов больше, то начинаются очереди. У хороших роутеров, у плохих роутеров больше 14 просто не подключаются. То есть, десяток работают одновременно, хочет подключиться кто-то еще, а его выбрасывают. Понимаете? Почему? Потому что радио тракта, радио вот эти вот каналы, тоже о них нужно иметь представление. То есть, вот это вот нужно написать. Уже технологическая отрасль, где впервые возникли интернет-вещи. Технологическая отрасль, где они впервые возникли, вот реально, по-настоящему, не просто, потому что это удобно, а вот нужно было. Это, ребята, индустрия, то есть промышленность. Там нужно было собирать на автоматизированных предприятиях информацию о каждом элементе. Вот, по сути, они впервые повели стан. Вот, что такое IOT? Напишите, IOT это Industrial Internet Office, то есть индустриальный интернет-вещи. Укажите примерно количество IOT человека в 2020 году. Значит, ребята, если вы что-то забываете, не помните, делается очень просто. Тут есть, вот в IOT, там есть лекции лабораторные. Вот, можете в гугле не искать. Заходите в лекцию и смотрите. Там все это есть. Так, 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 вот лекция 1. Там есть реальные лекции, просто лекции. Лекции реально – это то, что успеваешь просчитать. Обычно меньше, а реально всегда больше. И здесь у нас есть, должны быть, вот видите, вот оно, количество интернет-вещей. Смотрим 2020 год, примерно 7 вещей. Поняли? То есть ответы есть в лекциях все. Так, укажите пример. Так, укажите 4 области, в которых применяются IOT. Ну, начиная с самых маленьких областей. Это что? Это у нас, значит, области… Это, значит, у нас области, что… Это у нас области съема показаний. То есть, допустим, вот эти счетчики там, допустим, воды, электроэнергии. То есть, такие самые маленькие. Потом, чуть побольше, это робототехника. Там тоже применяются интернет-вещи. И самое большое – это что у нас? Это у нас автоматизированная система управления. То есть, на заводах, то есть, интернет-вещи. Это области, ну, скажем так, где применяются. И четвертая часть – это у нас, значит, военные приложения. Ну, понятно, там, то есть, нужно собирать данные о, значит, во время боя, там, с разных мест, там, не знаю, допустим, там, вы дистанционно управляете, там, каким-то боевым роботом. Это же такое сейчас очень популярно. Значит, считайте, что этот робот и есть, по сути, интернет-вещи. То есть, он собирает данные, вам передает, допустим, изображение там местности, вот, а вы даете команду управления. Через что? Через канал радиосвязи, ну, по сути, это и есть тоже интернет-вещи. Так, то есть, военная область, значит, гражданская область, куда входит, что, ЖКХ, например, транспортные, вот, транспортники этим применяют. Вот, значит, применяют интернет-вещи, конечно, на производстве, индустриально, вот, и там робототехники тоже можно. Вот они, четыре этой области. Еще бы на особенность микроконтроля АОТ, как вышительных устройств по сравнению с обычными процессорами. То есть, есть вот у нас обычный микроконтроллер, который применяется просто, допустим, для управления, значит, нашей, что там у нас может быть, конвейер, вот. А есть интернет-контроллер, который применяется для интернет-вещи. Значит, какая особенность? Состоит в том, что он, зачастую интернет-вещи, работает от батарейки. Вот, поэтому очень важно микропотребление, чтобы у него было. С одной стороны, очень важно, чтобы этот микроконтроллер имел прямо на борту радиопередатчик, для того, чтобы он передавал его сразу там в эфир. Потому что очень часто интернет-вещи, она работает изолированно, могут не подходить провода питания, не подходить провода передачи данных. Поэтому вот наличие радиотракта очень желательно. Вот эти две, значит, два требования. И вот мы как раз с вами работали с таким вот устройством, это ESP-266, где передатчик прямо на контроллер, прямо на нем. Ну, насчет микропотребления там, вы понимаете, что там не очень, но стараются. То есть можно усыпить, все вот это сделать. Есть. Укажите характеристики идеальной интернет-вещи. Ну-ка, ребята, кто вспомнит, скажите мне. Просыпайтесь там немножечко, пожалуйста. Удобство. А, что? Удобство. Ну, удобство как бы не самое важное. А вот как бы по... Какие у нас есть характеристики главные? Чтобы она была... Максимальная продолжительность работы. О, правильно. То есть она там 10 лет работает батарейки и ничего не требует. Правильно. Что еще? Скажите, дальность работы по радиосвязи должна быть какая? Как можно дальше. Правильно. То есть почти ничего не есть, но стрелять там на другой конец вселенной. Ну, грубо говоря. И что в последнее время еще какое требование важно? Это скорость еще передачи данных. Оказывается, вот, или объем передаваемых данных в единицу времени. Начиналось все с того, что достаточно было с интернет-вещи получить информацию раз в сутки. И там объем, допустим, несколько цифр. Ну, к примеру, показания нашего счетчика расхода воды. Там шесть цифр один раз в сутки. Но потом сейчас требования все время ужесточаются. И последняя требование состоит в том, что в потоковом режиме, то есть постоянно передавать, то есть чуть ли ниже секунды. Ну, и лучше там хотя бы раз в несколько минут передавать эти данные. Для того, чтобы иметь постоянную, самую-самую оперативную информацию о всем этом деле. То есть три. То есть первое, значит, минимальная, максимальная длительность работы, максимальная дальность передачи данных. Вот. И максимальная скорость передачи данных. Ну, понятно, что такое интернет-вещи. Технологически. А, ребята, даже четвертый вариант. Это минимальная цена. То есть... Почему? Потому что зачастую интернет-вещи снимают данные, которые не являются стратегически важными и жизненно необходимыми. Ну, например, температура нагрева вашей батареи в комнате. Ну, можно обойтись и же без этого, правильно? Можно обойтись и без того, чтобы там наблюдать за своей квартирой с любой точки мира. Это не является самым главным в жизни. Скажем так, люди приходятся без этого. Вот. Поэтому для того, чтобы это было, ну, скажем так, жизнеспособно, вот эта сама, вот эта вся система, интернет-вещи должны стоить копейки. Вот. Тогда люди скажут, ну, да, неплохо удобство бы, вот, как говорите, для удобства, да, правильно. Вот, чтобы это удобство сработало, должна быть минимальная цена. Так, минимальная цена, максимальный дайс передачи, скорость передачи, максимальное время жизни интернет-вещи. Укажите два типа соединений интернет-вещи со шлюзом, выходы в интернет. Ну, два типа какие-то. Радиотракт, проводной и беспроводной. Все. Два уровня сети IOT. Ну, видите, у нас вот по лекциям, из-за того, что я чувствовал, что нас обязательно загонят на карантин, вот, поэтому я, значит, налегал на, значит, на эти, на практические работы, пока мы в своем месте, поэтому там с лекциями там пожертвовал ради этого. Поэтому я сейчас вам помогаю в этом плане, что рассказываю по этим лекциям. Вот. Тем более, что записи, когда ведешь, значит, лекцию там в оффлайн, ну, в смысле, в реальности, вот, то записи не остается. Чем хороша дистанция, что остаются записи, можно увидеть, посмотреть, повторить, а так нет. Поэтому даже записи тех лекций, которые были, их нет, чтобы повторить, проверить. Так. Два уровня сети IOT. Значит, ребята, первый уровень – это связь непосредственно между интернет-вещью и ближайшим приемником, который осуществляет выход, провал в интернет, понимаете? Вот это вот кусочек сети называется сенсорной сетью и, ну, как бы, связи внутри нее. То есть у нас стоит интернет-вещи в подвале, допустим, где бегают кошки и бомжи. И она должна дострелить до какой-то ближайшей станции, которая называется шлюзом в интернет. То есть это может быть вышка провайдера, значит, мобильной связи. Это может быть, значит, допустим, какой-то приемник интернет-сети, интернет-вещей, который тоже имеет шлюз в интернет. И вторая часть – это, конечно, уже интернетовская часть, то есть между шлюзом и интернетом. Значит, первое – между интернет-вещью и шлюзом, и между шлюзом и интернетом. Шлюз является границей, вот, между двумя мирами, понимаете? Он производит перекачку данных непосредственно с интернет-вещи в интернет и в обратную сторону. Вот. То есть сенсорная сеть и интернет-сеть. Укажите три основных проблемы беспроводных IoT. Ну, это вот три основных проблемы – идеальная интернет-вещь. Это какая? Значит, минимальное потребление, как обеспечить, чтобы оно как можно дольше работало, это интернет-вещь. Дальше – максимальная дальность передачи данных и минимальная цена. Ну, в последнее время еще и скорость, чтобы она была побольше. То есть данных требуется передать больше, в том числе и мультимедийных. Что в мультимедийных относятся? Там, видеозвук. Так, поняли, да? Окажите основные протоколы беспроводной передачи в IoT. Какие основные протоколы? Старые протоколы должны написать. Это, конечно, Bluetooth и Wi-Fi. Беспроводные. Новые два протокола, которые придуманы специально для интернет-вещи. Это у нас Lora дальнобойная версия. Вот. И шесть лоу-по-ван. Вот. Это же принцип передачи данных, но с уменьшенным потреблением. И на меньшую дистанцию. Если Lora до 15 километров в открытой дальности, то шесть лоу-по-ван до 500 метров. Вот. Но что такое 500 метров? Даже эти 500 метров, ребята, это тоже много. Почему? Потому что, значит, вот это шесть лоу-по-ван передают данные в 10 раз дальше, чем Wi-Fi и Bluetooth. При потреблении еще, там, не знаю, в 5 раз меньше. И нет, нет. Значит, расстояние в 5 раз больше, а потребление там почти в 10 раз. И нет, еще в 5 раз меньше, да. То есть, получается, если обычный Wi-Fi и Bluetooth 100 метров, это 500 метров. Даже в условиях стен, они лучше пробивают стены, потому что частота низкая, меньше 1 гиггерца. А потребление там не больше, не знаю, 5 миллиампер, не больше, до 15 миллиампер. В то же время там Bluetooth 30 миллиампер, а Wi-Fi так вообще там до 200 миллиампер. То есть, потребление намного ниже. В 10 раз эффективнее это шесть лоу-по-ван и лора. Но шесть лоу-по-ван по сравнению с Bluetooth и Wi-Fi. То есть, это вот действительно очень хороший шаг, мощный шаг по реализации, снижению потребления и увеличению дальнобойности для интернет-вещей. Так. Так. Так, дальше. Укажите, перечисляйте основные блоки, с которых состоит интернет-вещь. Ну, давайте, кто-то может помнить, скажите мне, пожалуйста. Ну, с чего интернет-вещь берет свои данные? Кто мне скажет? Что нужно для того, чтобы взять данные, допустим, с радиатора отопления? Датчик. Датчик, правильно. А что берет данные с датчиком? Как называется это устройство? Маленькое такое. Контроллер. Контроллер, совершенно верно. А потом этот контроллер должен передать эти данные куда-то? Что он для этого использует? Wi-Fi. Wi-Fi. То есть, радиоканал. Вот они, ребята, три компонента. Датчик, микроконтроллер и радиотрак, который он может быть разный. И Bluetooth, и Wi-Fi, и там лора, и другие, неважно. Но радиотрак, потому что, как правило, интернет-вещь – это работа с радиотраком. Хорошо, когда можно проложить к ней провода. Допустим, там, не знаю, там какой-то датчик, который стоит прямо на моторе, на двигателе, на каком-то электрическом. Там и питание рядом. Или там лампочка какая-то, прямо в лампочку ссунули. Интернет-вещь. Получаем питание с нее, вот, и передаем, значит, по радиотракту, значит, все, что хотим. И там мы не ограничены, значит, питанием. Ну, в смысле, потреблением, понимаете. Мы знаем, что она никогда не сядет от интернет-вещь. Пока лампочка подключена к розетке, значит, она работает. Очень такой удачный вариант. Настольная лампа. Так. Так. Укажите основные платы, которые мы используем для изучения АУТ. Ну, вот, кто помнит, первая плата какая у нас была? Как называлась? Ардуино-нано. Ардуино-нано. А, вторую. Какой мы с ней работали? ЕСП-8266. Все, молодцы. А так и есть. Так, чем отличаются по характеристикам вот это ЕСП-266, вот ЕСП-32. Я вам там говорил так коротко. Значит, ребята, ЕСП-266, с которой мы работали. Это вот первый вариант интернет-вещи от китайской фирмы. Ой, дай бог памяти, как она называется. Ну, в общем, да, в лекции найдете. Потом они сделали ЕСП-32. Что такое ЕСП-32? Это старший брат ЕСП-266, но голову выше. Там по увеличительной мощности, по так частоте, так по скорости работали. Там по объему памяти такой же, вот. Но это главное. То есть, зачем нужно для интернет-вещи, вот, для... Был такой скачок. Для передачи мультимедийных данных. То есть, если ЕСП-266 хороша для передачи данных со счетчиков, там, и прочих, там, влажности, температуры, освещенности, и прочих простых данных, вот, то ЕСП-32, это уже интернет-вещи, которая способна обрабатывать и передавать мультимедиа данные. То есть, она легко оцифровывает звук, легко оцифровывает изображение. Есть даже версии ЕСП-32, она прямо с камеры. Стоит, ну, недамного дороже. Примерно в два раза больше. То есть, если ЕСП-266, то порядка 100 гривен с небольшим, то ЕСП-32, где-то 250 гривен. Вот. И вы покупаете за 250 гривен прямо с камеры можно купить. Вот. И она снимает, делает фотографии, передает вам на мобильный телефон фотографии, используя систему Blink. И даже потоковое видео, ну, такое, малокадровое, там, 10-15 кадров в секунду. То есть, она такое дергается, но, в принципе, и разрешение не очень высокое. Вот, вот, 300 на 200, по-моему, точек, 320 на 240, но интернет вещь же не должна давать, там, суперизображение. Она должна понимать общее состояние, там, машина есть в гараже, нет, машина в гараже. Там, протекает что-то, там, потоп есть дома или нет, к примеру. Там, не дай бог, пожар есть или нет, поняли, да? То есть, там, разрешение камеры не нужно большое. Как раз, вот, ЕСП-32, изначально предназначено, что, вот, минимально, но оно тянет все, что необходимо для интернет-вещи по мультимедиа. Изображение есть, оно слабенькое, но достаточное, понимаете? Звук, там, речь, там, может быть, не идеальная, не качество компакт-диска, но достаточно. И, вот, при такой, вот, мощности, цена, вот, вполне приемлемая. То есть, они вписают, ну, сколько тут, 250 гривен, это у нас она стоит, 10 долларов, да, даже меньше 10 долларов. А так, если покупать на Алиэкспресс, она, там, вообще, там, 3 доллара стоит. То есть, очень важно, чтобы интернет-вещь была очень дешевой, ну, почти бесплатной. А вот эта, вот, 266, вообще-то, меньше одного доллара, понимаете? То есть, они, ну, буквально, ничего не стоят. Так, Arduino надо, чем отличается Arduino надо от ESP-266? Да, то есть, чем отличается парктеристикам? Напишите, больше вычислительной мощности, вот это самое главное. То есть, там даже двухъядерный микроконтроллер, если в ESP-266, там двухъядерный. Вот, ну, значит, и так-то ващество, то есть, если там до 160 МГц максимум, использовав 66, там 240 уже сразу. Ну, и вот, значит, количество операций в секунду у 600 миллионов, ESP-32, ESP-266, я не знаю, сколько, но меньше, несколько раз это точно. Так, а чем отличается Arduino надо от ESP-266, кто мне скажет? То, что бросается в глаза. Wi-Fi модуль. Совершенно верно. У Arduino надо мы не использовали Wi-Fi модуль, там его нет вообще. Это просто голый контроллер, который может что-то чувствовать, вот, и передавать на компьютер, или мы даже, по-моему, успели подключать Bluetooth, и на телефон принимали, вот, через Bluetooth, через внешний радиомодуль, мы смогли превратить этот Arduino надо в некое подобие интернет-вещи. Ну, как некое, ну, в принципе, полноценный интернет-вещ, но Bluetooth-ная. А ESP уже с Wi-Fi на борту, сразу с радиотрактом. Для чего разработана линейка микроконтроллера Omega? Значит, по лекциям я это читал, ребята, но вы, скорее всего, это уже не помните. Как я вам уже сказал, значит, нижняя сенсорная сеть состоит из чего? Из интернет-вещи, которая ESP-266, допустим, да, она имеет радиотракт на борту. И нужно этот радиотракт чем-то принять, и сразу это дело закинуть в интернет. То есть, если так, то нужно ставить такой роутер, который стоит дома, правильно? А если роутера нет, ну, в смысле, там, не дома, где-то там на улице, труба какая-то в поле, вы на трубу ставите интернет-вещ, которая измеряет, там, не знаю, поток воды в этой трубе, к примеру, да, там есть какой-то счетчик, и вы к нему подключаетесь, вот. И она же недалеко бьет, значит, где-то нужно поставить недалеко, типа роутера, такой вот, такую штуку, которая передает какой-то интернет, допустим, на 3G интернет, вот. То, ну, это обычно, там, значит, роутер нужно, там, питание ему подать, то его могут украсть, то есть в одного устойчивого, должен быть очень дешево, чтобы не жалко было, если его там что-то с ним случится. Поэтому вот такой вот роутер, то есть шлюз перехода, значит, из одного сенсорной сети в интернет, сеть, есть микротория Омега, они стоят, там, 5 долларов, по-моему, да, 5 долларов, да, и даже меньше есть вариант. У него, вот он позволяет, к нему, он имеет на борту Wi-Fi тоже, и принимает, поэтому, может, принимает, и, не знаю, Bluetooth, по-моему, тоже имеет, вот. И принимает данные вот с этой вот интернет-сенсорной сети, то есть непосредственно с интернет-вещей. Но в то же время у него есть ноги, которые позволяют подключить к нему проводную, значит, витую пару, то есть обычный проводной интернет. Частота процессора, там, 500 МГц, достаточно для того, чтобы все это дело делать. Вот, поэтому фирма Омега поняла, что нужно для интернет-вещей, подсутилась, выпустила такой совсем-совсем дешевый роутер, который стоит, там, 5 долларов для того, чтобы обеспечить, значит, этот шлюз между интернет-вещей и обычным интернетом. Вот для этого разработана эта линейка митер-контролеров. Дальше. Укажите протоколы беспроводной связи для IoT 1-2 поколения. 1-ое поколение, самое старое. Это у нас стандартные протоколы, к ним относятся Bluetooth, Wi-Fi, и есть еще такой протокол Zigbee, вот, который был использован, ну, как бы разработан, типа для интернет-вещей, но он оказался неудачный, потребляют очень много, 300 миллиампер, вот. Он передает, да, на большой расстоянии на километр, но только в зоне прямой видимости, если есть какие-то северные деревья, то точно так же, как Bluetooth и Wi-Fi, вот, и все. Вот, а второго поколения это Лора и Шея Слова Паван. Вот, дальше, как раз, видите, 14-й опрос, все это перечисляют. Перечислить и характеристики протоколов. Ну, во-первых, это есть в лекции, и в гугле легко это найти. Там Wi-Fi 100 метров, Bluetooth 100 метров, в Zigbee открытые места с километров, с препятствиями 100 метров, скорость, там Wi-Fi, посмотрите, какая ток потребления, все это есть. И то же самое, 15-я просьба для Лора и Шея Слова Паван, посмотрите, что это такое. Значит, протоколы Лора и Шея Слова Паван, ребята, они не могут заменить полностью, допустим, такой протокол, как Wi-Fi. Кто из вас помнит, почему? Вроде бы это все хорошо, но почему? Чем Лора и Шея Слова Паван все-таки, скажем так, ну, не то что отстают, а, да, что у них такого нет, что есть, ну, скажем так, ну, тоже не такого нет, а какие задачи, не принципиально, не могут решить. По сравнению, допустим, с Wi-Fi. Частота маленькая? Ну, где-то рядом, ребята, не частота, а скорость маленькая. Значит, если Wi-Fi скорость там большая, там, сотни мегабит в секунду, и легко можно передать звук и картинку, то Лора и Шея Слова Паван, они, да, дальнобойные, мало потребляют, но картинку и звук вы не передадите. Ну, то есть, видео тем более. Ну, может быть, картинку можно как-то там изучилиться, фотографию небольшого разрешения, там, в течение, не знаю, там, наверное, минут 15 можно передать. То есть, скорость этих Лора и Шея Слова Паван, ребята, очень низкая. Максимум, что они деколируют, 30 килобит. 30 килобит. Вот. А в реальности там, ну, сотни байт в секунду, сотни байт. Не килобайт, не мегабайт, ну, понимаете, да? То есть, сотни байт. Но при этой низко... А для интернет вещей, как почти для всех, которые не придут в мультимедиа и не нужна высокая скорость. Вот как бы сделать, чтобы он... Главное, это низкая потребляемая мощность, вот, и дальность передачи. Вот Лора и Шея Слова Паван в этом плане просто, ну, скажем так, это скачок, десятикратный скачок и по снижению потребления, и по повышению дальности передачи. Пока, даже в теории, ну, нет более лучшей технологии, чем Лора и Шея Слова Паван, которые позволят еще понизить питание и еще дальше там выстрелить, понимаете? Там уже нужно или антенну какую-то ставить, направленную, в общем, короче, изучеряться на том, что есть. Ну, не знаю, может быть, и есть такое, но я с таким не сталкивался. Укажите, достоятся неостатки субгигагерцового диапазона. Значит, Лора и Шея Слова Паван далеко бьют по радио, не только потому, что у них какой-то специальный там протокол, а там специальный протокол называется с расширенным спектром. Вот. Что это дает расширенный спектр? Если, допустим, Wi-Fi и Bluetooth, они работают там в сетке частот, то есть, ну, то, что это значит. И при этом они подходят к вещанию, ну, аналитически, ну, то есть, алгоритмически, если появляется помеха, он переходит с одного канала на другой, автоматически восстанавливая связь. Вот. Но может быть такое, что помеха широкая, может забить передачу. Поэтому вы обратили внимание, если вы идете с наушниками, Bluetooth, допустим, через перекресток, я заметил, переходим через перекресток, и там резко ухудшаются, даже вот рядом, да, вот мобильный телефон в кармане, допустим, а эти наушники у вас на голове, там расстояние между ними метр. Вот. И бывает, что вот уже помехи возникают даже вот здесь. То Лор и Шеслау Паван, там расширен спектр, там всегда продавить очень трудно. Спектр широкий, поэтому если помеха в одном кусочке диапазона, то он работает через другой. То есть, очень в этом плане надежнейшая связь. Лор и Шеслау Паван были взяты из военной связи для разговора между солдатами. То есть, взяли оттуда этот протокол, этот принцип передачи, там, сделали его, ну, минимизировали его, сделали его дешевым, и этот протокол применили в коммерческом использовании, в гражданском применении. Так, и вот, кроме того, что там вот такой вот расширенный спектр, там частота передачи всегда меньше одного гигагерца. То есть, если все эти наши ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, они работают на частоте 2,4 ГГц, то здесь меньше одного гигагерца. То есть, как минимум в три раза ниже частота. Это приводит к тому, что как минимум в три раза лучше проникающая способность через стены и препятствия. Понимаете, да? То есть, вот это вот обязательно. Вот. Достоинства и недостатки соп-герцового диапазона. Напишите. Лучшая проникающая способность, но так как частота ниже, антенна должна быть больше. Это недостаток. То есть, недостаток, напишите, больше длина антенны. То есть, допустим, если для диапазона 2,4 ГГц, там где Bluetooth и Wi-Fi, длина антенны, ну такая нормальная уже, это где-то, вот там, не знаю, 3 сантиметров и больше, то для особого гигагерцового диапазона от, значит, 14 сантиметров и больше. То есть, она такая. Если антенну сделать меньше, она будет передавать, но дальность упадет. Так, укажите, собственно, несадкий диапазон 2,4 ГГц. Ну, здесь два диапазона, 2,4 и 5 ГГц. Ну, это уже, вот, наверное, вы это знаете. Там роутеры же есть уже, и мобильные телефоны есть с такими диапазонами. Ну, скажите мне, что там лучше и что хуже. Так, дома, дома, ребята, есть у вас роутеры на частоту 5 ГГц. Вообще, знаете, что есть такая же система 5 ГГц передачи дома? Ой, так, что-то вы еще, видно, не проснулись. Значит, ребята, чем выше частота, тем лучше что? Что, достоинство, тем выше скорость передачи данных. Поэтому все вот эти вот. Было сначала 1G, 1G частота передачи данных 800-900 МГц. Скорость там порядка, ну, небольшая, там, по-моему, 10 кБ в секунду. 2G, там уже до 100 кБ в секунду. Там частота уже, там, 1800 МГц. 3G, 3G, там уже частота, по-моему, там, 1900 МГц до 2100, по-моему, МГц. Это в телефонной связи. И 4G, это 2400, 24 ГГц. Вот, и там больше, 2400, 26 ГГц. Опять же, от 5 ГГц выше, 6G, там, от 30 ГГц выше, понимаете? То есть, и каждая вот такая вот, следующая ступень G повышает скорость. И он же повышает частоту. Но что при этом ухудшается, скажите? Ну, и антенны становятся все меньше. Как бы все хорошо, но что при этом ухудшается, кто мне скажет? Дальность уменьшается. Что? Дальность передачи сигнала. Да, да, дальность, ну, как бы не сама по себе. На открытой местности хорошая дальность, а проникающая способность. То есть, допустим, если вы взяли роутер на 5 ГГц, у него там, конечно, и каналов больше, и скорость выше. Но уже через две стенки, через комнату и в кухню, уже вы увидите, что амплитуда сигнала почти в два раза ниже, чем на частоте 24 ГГц. А может быть, и вообще плохо ловить с перерывами через две стенки. А если вы переключите на 24 ГГц, будет нормально ловить, но скорость ниже. Понимаете, да? Так, вот это вот достоинства и недостатки диапазона. Значит, так, на какое расстояние работает CC131550 как IoT? Значит, я на лекции тоже про него рассказывал немножко, но там подробнее не имеет смысла, потому что на ней нужно работать. Значит, CC131550 это, ребята, новое поколение чипов для интернет вещей. Вот у нас есть ESP-8266. Работает на частоте 2,4 ГГц и использует протокол какой? Wi-Fi. А вот контроллер не ESP-8266, а есть еще такой контроллер CC131550. Если бы мы очно с вами занимались, то я бы вам его показал. Вот это такой маленький совсем чипик, меньше ногтем, понимаете? И в нем, в этом чипике есть все. И, значит, контроллер и радиотракт, представляете? Все в одном, то есть еще меньше, чем этот, как его, ESP-8266. Но цена его минимум 5 долларов. То есть, если ESP-8266, вся оплата на Алиэкспресс можно купить по цене 0,75 долларов, то здесь только один чип 5 долларов. Но, но он работает уже, где, значит, по протоколу 6 лоу-по-ван, то есть бьет в 5 раз дальше, чем Bluetooth и Wi-Fi. Потребляют там в 5 раз меньше, чем Bluetooth и там в 100 раз меньше, чем, ну не в 100 раз, но в 20-30 раз меньше, чем Wi-Fi, понимаете? То есть, классная вещь. У меня есть эти платы, они дорогие, они стоят там по 30 долларов, вот, потом, ну, понимаете, да, там все хотят заработать. И, вот, значит, когда не было еще карантинов, вот мы со студентами эти две платы сняли между собой и видели, что действительно, ребята, работают классно. То есть, у нас на нашем ИКС пробивало 4 этажа. Вот мы на втором находимся, до четвертого этажа оно принимает. Wi-Fi и Bluetooth ерунда, вы знаете, за угол зашел, все уже там, 20 метров, 50 метров уже не принимает. А это пробивало 4 этажа. Очень впечатляет, я вам скажу. И масенький такой чип совсем. Поэтому можете написать. Значит, CC1350 работает там 5 раз дальше, чем Wi-Fi, 500 метров. Почему у микроконтуры CC1350 работает двух диапазонов? Ребята, кроме того, что этот маленький контроль с ноготь работает с протоколом 6 Low-P1 на частоте меньше 1 ГГц, для того, чтобы им управлять и настраивать. И он внутри себя содержит еще и Bluetooth. Еще и Bluetooth Low Energy, который позволяет подключиться к нему с мобильного телефона и настраивать этот чип с мобильным телефоном. Что нужно настраивать? Нужно, для интернет-вещи же нужно адрес. Ой. Господи, ребята, выключил микрофон, продолжаю говорить. Так, повторяю то, что я говорил. Значит, про 2,4 Гц и 5 Гц я сказал, было это? Или был микрофон уже выключен? Скажите мне, чтобы я понимал. Был выключен. А? Был выключен микрофон. Ага. Так. А субгигагерцовый диапазон я сказал? Достатки, что у нас недостатки? Про 5 Гц, да. А, 5 Гц сказал, да? Отлично, хорошо. Значит, я не успел выключил микрофон, на какого расстояния работает CC1350. Значит, ребята, она расстояние в 5 раз дальше, чем Bluetooth и Wi-Fi. То есть, мы, насчет этого, так, 1350 это другой контроллер, чем ESP-266. То есть, но ESP-266 стоит у нас там, на Алиэкспресс можно купить целую плату меньше одного доллара, то есть там 0,75 долларов. То ESP-1350 только чип стоит 5 долларов. То есть, он дорогой, но он как бы дороже, конечно, но по сравнению с ESP-266 бьет в 5 раз дальше, потребляет там по сравнению с Wi-Fi в 20-50 раз меньше. То есть, чувствуете, да, он может работать в маленькой батарейке, которая стоит на материнской плате. И, значит, у меня есть эти две платы. Плата стоит 30 долларов, то есть достаточно дорогие. Вот, и мы, когда очно занимались, вот, когда не было карантина еще, то мы проверили дальность работы. Значит, ребята, бьет через 4 этажа. То есть, вот мы находились на втором этаже, так как и в этот раз, и до 6 этажа он еще ловил. Если мы выходили на улицу, то он ловил, вот знаете, там есть памятник, там такой вот мраморный памятник. Вот если выйти из ЭКС, и там дальше памятник, там такая женщина черный памятник. Ну, не помню, как он там, военный такой наш памятник. Вот до туда оно ловило, понимаете, насколько настолько далеко. Вот, а Wi-Fi и Bluetooth, вы знаете, вы уже за угол зайдешь, там 20-50 метров, все, он уже там не работает. Поэтому вот напишите, на какое расстояние работает C1350. Он работает на расстоянии в 5 раз дальше, до 500 метров. Почему он работает двух диапазонах? Потому что этот чип маленький, который меньше, чем этот использовав C6, там, не знаю, в несколько раз. Вот, он, кроме того, что он период принимает в субгигагерцовом диапазоне, то есть в этом чипе маленьком есть контроллер и передатчик, но особенный, не Bluetooth, не Wi-Fi, а именно 6 лопа ван, который работает на частоте, там, 800 мегагерц, 400 мегагерц, то есть меньше, чем 1 гигагерц. Вот. Но вы же к нему не подключитесь, ну, с обычным мобильным телефоном. Обычный мобильный телефон, что понимает? Bluetooth понимает, Wi-Fi понимает, вот. Поэтому в нем, в этот чип, кроме передатчика этого диапазона, значит, субгигагерцового, еще включен передатчик Bluetooth, еще и Low Energy, то есть малопотребляющий Bluetooth. И вы можете подключиться к этому маленькому чипу размером с ноготь своего мобильного телефона, вот, и настроить его, например, поменять адрес интернет-вещи, там, не знаю, скорость изменить, поняли, да? То есть вот чип в этом плане, конечно, изначально приношен для интернет-вещи, и там, ну, скажем так, по технологическому уровню является самым высоким. По ценовому уровню, конечно, он пока дороже. Там, пока дороже, там, несколько раз, вот. Но, ну, что делать? Все с этого начиналось. Так, ребята, сколько нас всего, чтобы я видел? Здесь, получается, я не увижу, тогда вот здесь. То есть, чтобы она попала в съемку, а вот, потом можно посмотреть, кто есть, и... Так, поехали. Так, понятно, да, насчет СССР-1350. Значит, я о ней в лекции рассказывал, ну, так, обзорно, вот, но вживую не приносил, и мы не работали с ним. Почему? Потому что мы гнали процесс для того, чтобы до карантина мы с вами получили практику. Так, какие у них частоты? Значит, частота, первая, первый диапазон, 100 ГГц, это, собственно, для сенсорной сети, это передача с интернет-вещи на шлюз. Вот. А второй диапазон, это у нас Bluetooth Low Energy, это 24 ГГц, как обычно. Какие частоты, я вам сказал. От какой батарейки может работать СССР-1350? Ребята, батарейка самая маленькая. Батарейка называется она CR, по-моему, 2320. Вот. То есть, короче, батарейка, которая стоит на материнском платье. Можете так и написать. Она такая кругленькая, как 5 гривен, такие вот металлические, вот такого имеет примерно размера. Насколько времени у нее хватает? Значит, вот ток потребления маленький. Если интернет-вещи передает, допустим, сигнал раз в сутки, то она может работать минимум 3 года. 3 года, 5 лет, 10 лет, в зависимости от длительности. То есть, как часто и с какой мощностью работает передатчик. То есть, там можно менять еще и мощность передачи. То есть, программировать. Ну, вы с мобильного телефона по Bluetooth можете зайти на этот кристалл, внутреннего, и настроить еще мощность передачи. Чем мощнее, тем меньше служит от батарейки, и наоборот. Так. ESP-266, это только передатчик или еще и контроллер? Кто мне скажет? Такой простой совсем вопрос. Контроллер. Да, ребят, это контроллер, который содержит еще и передатчик. Все вместе. Можно ли к нему подключить датчик и передавать его состояние по Wi-Fi? Конечно, можно. Мы с вами это и делали. Мы подключали датчик температуры и влажности и передавали. Какие блоки внутренней периферии встроены в кристаллы ESP-266? Вот тут, смотрите, вы должны понимать архитектуру микроконтроллеров. Я вам говорил, что нужно знать электронику, нужно знать программирование, но нужно знать еще, каким ногам что мы можем подключить. Поэтому мы должны знать, какие блоки внутренней периферии. У нас внутри ESP-266 что должно быть? GPO. То есть у нас цифровая ноль или один ножки, которые способны передавать просто единичный или нулевой сигнал. И принимать единичный или нулевой сигнал. То есть передавать это на лампочку, включить, выключить. Допустим, у нас интернет-система интернет-вещей, которая управляет фонарями на дороге. Значит, что там очень простая команда включить фонарь или выключить фонарь. То есть должен быть блок внутри нашего ESP-266, который управляет этим. Кнопку нужно подключить. Должен быть блок, который не только передает на ножку, но и принимает извне, внутрь нашего контроллера. Но у нас был еще вариант, мы с вами еще проверяли на лабораторной работе, мы измеряли освещенность. Освещенность, помните? Освещенность, яркость, скажем так. И там у нас был какой сигнал? Не 0 и 1. А там был сигнал, он у нас менялся. Если хорошая освещенность, он падал до 200. Если плохая, он поднимался. То есть плавное изменение в цифре от 0 до 1023. Вот эта вот система, которая измеряет такой сигнал, называется ACP. То есть аналога цифровой преобразователь. И, конечно, ЦАП. Нужно тоже ЦАП, цифровой аналога преобразователь, чтобы плавно менять. То есть мы должны иметь как минимум блок внутренней периферии, которые понимают цифру 0 или 1 на премьерной передаче. И плавно изменяющий сигнал, то есть ACP и ЦАП, тоже мы должны иметь внутри кристалла. Поэтому вот эта внутренняя периферия, напишите как минимум 2, там даже получается 3 блока. Первый блок, GPO, то есть вход-выход. Цифровой, потом блок АЦП и третий блок ЦАП. Ну еще это без ШИМ модуль. Ну ЦАП это фактически там, как часто используется, ШИМ как ЦАП. Вот, то есть плавная регулировка. Так, перечислили по блочке архитектуры ИСП-2,66. Значит, все это есть в лекциях, ребята. Вот, это не в первой лекции. Ну вот, смотрите, это в первой лекции область применения. Вот они здесь все в области применения. Видите, интернет, вещи, умный дом, транспорт, связь, виртуальная реальность. Все вот это вот, как раз фитнес-браслет, пример. Все, все ответы на эти вопросы, они все есть в лекциях. Я ничего не придумывал. Но вот там, значит, промышленное применение, там военное применение. Так, и вот, значит, пожалуйста, уровень устройства, подключенные к интернету. Точнее, вот она, сенсорная сеть ниже, а выше интернет-сеть. Так, и вот у нас, дальше идет у нас, ИСП-8,266, ZigBee, Bluetooth, все есть. Значит, лора, пожалуйста, вот здесь в лекции остался, вы можете посмотреть. Вот, и важно очень вот это вот, CC1350, который вот, где у нас тут, размер этого, CC1350, видите, вот какой кристалл. И здесь все написано. Большая интеграция, в нем все, богоигерцовый прямой передатчик и Bluetooth Low Energy. Также сам контроль, вот он такой вот маленький. Так, вот из каких, каких специальностей. По архитектуре все, все есть в лекции. А я вам сейчас, собственно, что я хочу, я должен вам рассказать, что найти. Это блоки, которые ИСП-8,266. Ну, давайте посмотрим, есть ли в первой лекции блоки, скорее всего, их нету. И ИСП-8,266, это во второй лекции. Значит, давайте зайдем во вторую лекцию. Так, лекция 2. Или в лекции 3, там какой-то есть это. Давайте посмотрим. То есть, все ответы найдете в лекциях. Ребята, не ищите в интернетах, потому что там, может быть, вопрос поставлен, перефразирован чуть-чуть иначе, поисковое слово. И вы получите О. Вот, смотрите, вот он, блоковая схема ИСП-8,266. Значит, вы должны написать, что он состоит из контроллера и радиотракта. Видите, они разделены даже разными цветами. Ну, и напишите. Значит, контроллер состоит, собственно, из CPU, то есть центральный процессор, интерфейс, то есть внутренняя периферия, вот она такая. Оперативная память, вот. Система управления питанием, Power Management Unit, вот. И аналоговый, этот самый, радиотракт. Ну, его можно особо не описывать. Поняли идею, да? Так, перечислить эти объемы. Рам, флеш, тактовая частота и максимальное потребление двух этих кристаллов. Должно быть это все в лекции. Значит, вот ИСП-8266. Потом у нас... И должна быть ИСП-32. Вот это уже ИСП-32. Вот она, видите. А вот ИСП-32. Все из ИСЛЕКС. И характеристики ИСП-32. Значит, блок схемы ИСП-32. Видите, намного более сложнее, чем там. Так, перечислить среды разработки. Среды разработки тоже в лекции найдете. Там есть среды разработки. Вот она, видя, среда разработки. Наша родная Ардуино ИДЕ. И специально среда разработки ИСП-31 ИРТОС. Вот, то есть фирма ИСП-34. Даже вот две. Фри ИРТОС и официальный для ИСП-32. Даже две среды она выпустила. А мы использовали Ардуино. Понимаете, да? Пересидите по блочной архитектуре ИСП-32. Ну, вот она здесь была. Вот она в лекции здесь есть. Значит, что здесь? Я вам должен словами сказать. Сейчас, секундочку. Значит, словами сказать. Смотрите. Вот у нас, значит, где этот у нас. Ну, конечно, ядро вычтительное. С оперативной памятью и с постоянной памятью. Дальше у нас радиотракт. Видите, вот он. Вай-фай и блютуз. То есть, ИСП-32, кроме Wi-Fi и блютуз еще есть. Затем всякие там переключения там для радиотракта переключатель. Видите, RF-transmit, передача, RF-RSO, приемник-передачник, переключатель. Вот что нам нужно. Также есть целый блок криптографии, причем аппаратный, чего нет в ИСП-266. В ИСП-266 нет в блютузе, нет этой криптографии. Затем еще есть, значит, сопроцессор ULP, recovery memory, восстановление памяти и power management unit. То есть, это у нас система управления питанием. И, конечно, огромная внутренняя периферия, которая намного богаче по сравнению с... Видите, здесь вот куча разных, значит, GPO должны быть обязательно. Где она тут есть? Не написали GPO. Ну, понятно, что нужно быть. И, значит, что у нас здесь? АЦП здесь написали. Вот, видите, АЦП и ЦАП здесь есть. ШИМ есть. Кроме этого, есть специализированные протоколы. Кану, Арт. Ну, вот это все перечислите. А если посмотрите, в ИСП-266, видите, здесь интерфейс намного беднее. GPO, кстати, указали. Но они указали, что здесь есть, в ИСП-266 есть АЦП. Не нарисовали. В общем, поняли. Ну, достаточно хотя бы указать так. Я не требую от вас слишком так детально. Так. Для поддержания какого контента среди IoT был разработал ИСП-32. Я вам говорил, что ИСП-32 это старший брат ИСП-266. То есть, вычислительная мощность в несколько раз больше. И именно она позволяет поддерживать контент мультимедийно. То есть, звук и видео. Ясно, да? Укажите разрешение число кадров, которые вы сможете передать в микро-роз камеры. Можно найти в интернете. Малокадровое изображение. Там 10-15 кадров в секунду. И размер кадра 320 на 240. То есть, разрешение очень слабенькое. Но для камеры достаточно. Укажите глобальную функцию. Основную глобальную функцию IoT. Значит, основная глобальная функция, ребята, это сбор данных из реального мира, перекачка в мир виртуальный. Можете так и написать. Не ошибетесь. Все. Дальше, что с этим делается, это уже там вторая часть. То есть, это уходит куда? В Big Data. Кто Big Data обрабатывает? Искусственный интеллект. Вот, сбор для Big Data и искусственный интеллект. А можно сказать так более конкретно. Интернет-вещи собирают для этого. Расскажите, как часто требовалось получать информацию в начале их становления и сейчас? В начале становления. Даже реже, чем раз в сутки было. Даже некоторые вещи там, допустим, напряжение, допустим, в будке трансформации. Интернаторный в ЖКХ можно, достаточно было знать, там, я не знаю, там, раз в три дня, какое там напряжение. А сейчас, даже в потоковой передаче, то есть, допустим, каждые там несколько секунд. Так. Как это влияет на токопотребление, длительность работы от батареек? Конечно, влияет плохо. Чем чаще передаете, тем быстрее батарейка садится. Вот. И получается, что решить эту проблему технологически очень трудно. Почему? Потому что, кроме того, что мы должны передавать часто и работать долго, интернет вещь должна быть еще дешевой. Как это сделать? Очень непросто. Как далеко проникает сигнал с помощью протокола Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee и через стены? Ну, это я вам рассказывал. 100 метров или пару стен. Как далеко с помощью протоколов через стены? Напишите. В 5 раз дальше. То есть, 500 метров и там, ну, не знаю, 4 этажа пробивает. Опишите структуру сети, а уйти из каких блоков состоит? Ну, это уже было наверху. Ну, это сенсорная сеть и интернет-сеть. Вот. Перечислите компоненты умной улицы и умного дома. Вот. Сейчас, секундочку. Вот тут даже лишнее есть. Ну, такие 4148, этого не будет. Вот. Умного дома. Умного города, точнее. Значит, я не помню. По-моему, эту лекцию я успел, не успел вам рассказать. Ну, лекции мы, конечно, там, я вам рассказываю сейчас. Значит, какие компоненты. Ну, какие компоненты там. Значит, умные фонари, которые сами включаются. Вот. Значит, видеокамеры. На каждом столбе по 2 видеокамеры для наблюдения за прохожими. Автоматический вызов милиции. Милиции, там, значит, на этой улице, значит, есть такой вот, значит, скажем так, приемная такая стойка, где есть всего лишь одна кнопка. Она снимает вас на камеру, и вы можете связаться с полицией, там, с милицией. Вот. Значит, USB-скамейки. Вот. И Wi-Fi-скамейки. Ну, вот, по-моему, все. Сейчас, ребята, значит, все это есть в лекциях. Там какой-то лекции. Сейчас, секундочку, я вам, значит, по-моему, пятая лекция, сейчас давайте зайдем. Есть этот у нас умный. Вот. Лекция пятая, сессия 13.50. А, по-моему, и четвертая. Сейчас давайте посмотрим. Лекция четвертая. Так, ребята, на всякий случай, меня слышно, видно, а то я там могу говорить, и там, а уже там все. Да, да, я вас слышно. Слышно. Да, вот, смотрите. В Киеве появилась первая смарт-улица. Что это значит? Это у нас какая-то четвертая лекция. И здесь все есть. Значит, вот умный фонарь. Потом, что у нас умная зарядка. USB-скамейка, которая со солнечной батареей заряжается. И все это. Мобильный телефон можете зарядить. Значит, вот еще. Прокатные велосипедные станции автоматические. Вызов полиции вот такой вот. Камеры без слепых зон, которые все снимают. Потом, что еще? Вот эта вот автоматизированная система охраны среды, которая показывает, допустим, в Киеве. Уровень загрязненности. Видите, где-то уровень загрязненности 56, а где-то 89. Ну, а где-то еще 39. То есть, совсем чистенько, а здесь очень плохо. Вот, можно все это увидеть. Ну, вот этого достаточно для ответа на этот вопрос. Умный город. Умная улица, умный город. Значит, выше, ребята, там есть этот умный город. Вот он, умный город. Вот он. Можете посмотреть, что здесь есть. Это все. Мы измеряем все. Значит, контроль пожарной безопасности, уровень радиации, положение телефона, электромагнитный уровень, скорость ветра и так дальше. В Агро – это виноградное поле, сельское хозяйство. Хозяйство тоже все измерение. Мосты, состояние инфраструктуры, мониторинг состояния контейнеров, контейнерных перевозок. Перевозок, кстати, действительно это работает. Вот и в портах, и на судах. Это все эти интернет-вещи там. Ну, это, считайте, индустрия. Там карта города, разумные покупки. Ну, понятно, да. Разумные, умные улицы, умное освещение и дальше. Да, контейнеры для этого самого, для мусора, кстати, тоже оснащаются этим, чтобы знать, какой контейнер заполнен, какой нет. К заполненной подъедем соберем, к незаполненной не подъедем. Сэкономим на бензине. Умный паркинг. Все это вот есть, это у нас умный город. Все тоже есть. Вот. Укажите условия, при которых система становится экономически выгодной. Значит, какие-то условия, ребята, это уже чистый бизнес. Условия такие, чтобы те преимущества, которые давала интернет-вещь, были выше, чем ее стоимость. Допустим, вам нужно, ну, как это определить? В принципе, те, ну, не условия, а те выгоды, которые она дает. Какие-то могут быть выгоды. Если эти выгоды очень высоко оцениваются, например, на транспорте, там, железнодорожники, а еще лучше на этих самых, на судах, то там эти заказчики много заплатят для того, чтобы контролировать судно. Железнодорожники чуть меньше заплатят, но тоже прилично заплатят для того, чтобы контролировать поезда. Дальнобойщики, там, хозяева дальнобойщиков тоже заплатят прилично для того, чтобы понимать, где ездит его шофер и куда он тратит бензин. То есть там эти интернет-вещи им действительно нужны. А вот в быту люди обыкновенные, они многое не заплатят за то, чтобы у них стояла дома интернет-вещи. Ну, там 100-200 гривен, 500 гривен, ну, 1000 гривен максимум, они заплатят за эту вещь. Поэтому есть такая фирма Аякс, если вы слышали, она прямо вот ставит охранные системы дома. По сути, там каждый блок это интернет-вещи. Там стоят батарейки без проводов, они пришли, там за час все это дома поставили. Вот, ну, и получается как? Нужно вписаться в цену, чтобы это было не очень дорого. Ну, охранные системы, в принципе, люди, если у них там есть что охранять, то да, тоже согласны платить. В принципе, работают устойчиво. Эта система, я вам скажу, и они все время приезжают. Если там, не дай бог, что сработают, моментально приезжают, то стараются свою репутацию сохранять. Так, вот, когда она становится экономически выгодной, и это даже описано здесь, вот, подождите, Киев-Сити. Так, так, вопросы по третьей лекции, по-моему, это вот здесь вот еще есть. Так, вот видите, здесь даже вот он, Омега, Омега, вот за 5 долларов, как раз вот она то, что я вам рассказывал. Так, значит, значит, в этой лекции экономически выгодной. Четыре основных технологий, новые технологии. Так, так, технологии запуска. Сим-карта, применение. Так, сфера применения. Так, и здесь у нас. Так, значит, это какая-то, это видно третья лекция. Ну, в общем, посмотрите по лекции, там есть этот момент, где это описывается. Сейчас посмотрим в третьей лекции, что там есть. Где это экономически выгодная. Ну, значит, кратко я вам рассказал все это дело. Вот, кстати, это блок схемы, видите, шлюз выхода в интернет и сенсорная сеть. Тоже все это описано. Или так вот написано, видите, сенсорная сеть и облачный сервис. Так, да, здесь, конечно, это, значит, это видно пятое. Ну, ладно. Найдете, посмотрите, там 5 лекций, все можно посмотреть и найти. Так, экономически выгодная. Так, значит, то есть она должна стоить дешевле, чем те выгоды, которые она передает. Вот, это не всегда соблюдается. Иногда в погоне за модой, там, разработчики считают, что мы сейчас делаем классную сеть интернет вещей. Это очень модно, это очень круто. Вот, а потом выясняется, что то, что она дает, особо и не нужно. Это раз, а мороки с ней много. Почему? Потому что там технологии еще не отработаны. Программа, которая собирает от одного производителя данные с интернет вещей, программа, которая вводит в интернет от другого производителя, они плохо между собой стыкуются. Кроме этого, специалисты должны знать не только программированную, но и электронику, должны знать еще и радиосвязь, и все вот эти вот системы протокола передачи данных. То есть нужно быть специалистом высокого уровня. А платят за это немного, желающих особо нет. И поэтому в конечном итоге сделать интернет-сеть, оказывается, что дело такое, а нужно ли оно. То есть все это нужно спокойно просчитать. А получится ли выгодно, будут ли люди платить за это интернет-сеть и за ее обслуживание. Потому что она, скажем так, более рискованная, чем сеть обычных, допустим, провайдеров, которые, допустим, проводят интернет к дому, к людям. Там проблемы с батарейками у вас нет. Проблема с передачей данных тоже. Кабель лежит себе, да и лежит, понимаете, с помехами. А здесь и батарейки, и помехи, и протоколы. Там украли, стукнули ногой. Но уже валяется бог знает где. Понимаете, не всегда дома. Бывают там вандалоустойчивость. Ну и так далее. Поэтому вот это все нужно посмотреть. Пока интернет-вещи, они, скажем так, не являются настолько удобными и настолько дешевыми, чтобы их можно было применить везде. Пока они постепенно входят в нашу жизнь, в тех областях, где это очень надо, скажем так. Или реальные экономические выгоды. То есть люди согласны за это платить ощутимые деньги, которые перекрывают, грубо сказать, геморрой с внедрением этой сети. Укажите выгоды, которые приносят систему АУТИ. Значит, вы должны, ну какие выгоды? Экономия средств. То есть вы даже, допустим, поставили на контейнерах мусорных интернет-вещи, сэкономили на бензине. Контроль. То есть вы знаете, где ездят ваши дальнобойщики. Можно потом пальчиком снять какую-то, не знаю, 13-ю зарплату или какую-то премию человека за то, что он поехал налево на своем автомобиле. Контроль. Что там еще? Снижение аварийности. То есть безопасность, можно так назвать. То есть, допустим, когда на лифты поставили интернет-вещи, то выяснилось, интернет-вещи загодя информирует инженеров о том, что уже какие-то параметры лифта стали хуже. И количество вызовов сократилось в 5 раз. Ну и, конечно, там нервы пользователей, когда они застревают в лифте, понимаете, вдруг неожиданно. Так заранее интернет-вещи говорит, что вот уже надо заменить какой-то блок. Ну вот хотя бы эти три вещи. Значит, какая безопасность, управление. Вот. И что я там еще сказал первое? Так, я уже забыл. Скажите выгоды, которые приносят и безопасность, управление и экономическая выгода. Вот. Хотя бы эти назвать достаточно. Назовите протокол, благодаря которому интернет-вещи можно подключать к вышкам мобильной связи. Вот как раз здесь была какая-то лекция. Сейчас не вторая, а, по-моему, вот эта вот. И здесь вот протоколы как раз вот они есть. Этих протоколов, ребята, два основных протокола. Это у нас LTE-M и NB-IoT. Значит, рассказываем историю, чтобы у вас в мозге имелось общее представление, откуда взялись эти протоколы. И при чем тут вышки мобильной связи? Значит, по умолчанию, вначале, когда все это развивалось, вот, то считалось, что у интернет-вещей будут провайдеры такие же, как у интернет для людей. То есть у нас же есть, там, вы подключены, да, к какому-то интернет-провайдингу. Вам дома заведена витая пара, и вот вы подключены к интернету. Так вот, считалось, что будут такие же операторы, отдельные операторы-провайдеры, которые будут подключать эти интернет-вещи. Что эти провайдеры должны были делать? Подразумевалось, что они на крышах домов будут ставить некие приемопередатчики, которые будут ловить сигналы с интернет-вещей, и в паре с провайдерами, значит, интернет-интернета, значит, они обычно тоже ставят на чердаках свои роутеры, они будут подавать данные в интернет через провайдеров, понимаете? И даже, даже такое в Киеве там проводилось, были такие провайдеры для интернет-вещей, которые эти блоки ставили, договаривались, значит, с провайдерами, значит, интернета, и у них даже что-то получалось, люди подключались, даже платили какие-то деньги. Были случаи, когда люди сами становились провайдером, они ставили у себя дома такой шлюз из Омеги или Raspberry Pi, или с обычного компьютера, вот, который работал круглосуточно, вот, они, значит, такой прямопередатчик, одним концом, который подключен через радио к интернет-вещей, другим концом выход в интернет, понимаете? Вот, и ставили эту интернет-вещь где-то там, где нужно, там, допустим, там, в подвале, значит, наоборот, на чердаке, или там в каком-то там, ну, в ЖКХ, там, где я не могу, в трансформаторных будках или там где-то еще, понимаете? Вот. Но потом оказалось, что это дело пошло плохо, вот. Вот, дело, вот эти вот права, количество подключения, желающих подключиться было невелико, а обслуживать эти шлюзы нужно было, вот. И, в общем, это дело потом не пошло, оно было, оказалось не жизнеспособным. И на это дело включили, значит, операторы мобильной связи. Они говорят, ребята, а у нас уже вышки везде стоят. Вот. Да, у нас частота высокая, у нас частота, там, от 800 МГц выше. Проникающая способность плохая, но вышки у нас поставлены часто. И, в принципе, из подвала, так это с натяжкой, но если это будет дело ставить опытный специалист, он может, или из шахты лифта, он может найти такое место в этой шахте лифта или в подвале, чтобы оно достреливало до нашей вышки, достаточно устойчиво и надежно. И вот мы, давайте мы этим делаем займемся. Кроме того, ладно, дело в этом. Но дело оказалось вот еще в чем. Вот эти вот, оказалось, что если у нас стоит девятиэтажка, где, допустим, на сотни квартир, в каждой квартире там по три интернет-вещи, то есть это три сотни интернет-вещей нужно подключить, то вот эти вот первые провайдеры, которые делали, значит, ну, через интернет-провайдеров, они сказали, ну, 300 интернет-вещей, мы не сможем это дело сделать. Это 300 каналов радиосвязи, как это сделать, понимаете? А вот эти вот операторы мобильной связи, они говорят, да, доход до 100 тысяч, понимаете? И именно этим они и выиграли. И вот сейчас вся эта система интернет-вещей, видимо, она будет привязываться к операторам мобильной связи. То есть поначалу это были операторы такие, знаете, ну, спонтанные, скажем так, как это. Это была дана в этом плане свобода, кто хочет, тот и берет. Вот, и сейчас она будет подключена к вышкам мобильной связи. И есть два протокола, значит, NBOT и LTE-M. Можете их просто перечислить, не надо там детали, можете здесь посмотреть. Вот NBOT – это 200 кГц, узкие полосы, вот, и там даже написано, как это самое. Вы все равно это забудете там через неделю, понимаете? Напишите просто вот NBOT и, значит, и как, и LTE-M достаточно. Вот, значит, все наши три оператора мобильной связи, значит, Live, кто у нас там, Vodafone, и третий у нас, Kyivstar, заявили, сейчас, секундочку. Значит, они заявили, что они уже организовали у себя прием сигнала с интернет вещей. И даже их продают. Ну, я такой заинтересовался, ничего себе. Ну, давайте, я хочу купить такую интернет вещь, поставить у себя дома, и пусть она на вышках мобильной связи транслирует там состояние моей, вот, там, квартиры, к примеру, да? Вот, я, ну, и где купить? Они говорят, только у нас. Я говорю, сколько стоит? 20 долларов. Я говорю, ууу, что-то дорого. Я говорю, а можно купить лично? Нет, ну, надо обращаться к нам, мы вам пришли, инженер, он поставит. Я говорю, сколько стоит установка? Ну, смотря в каком месте, нужно там соображать, понимать. Ну, я понял, что тоже недешево. Я так почесал голову, думаю, да. Значит, для квартиры это очень дорого. Для квартиры достаточно сделать тот ESP-266, с которым мы с вами работали, который стоит 100 гривен, понимаете, не 20 долларов. Почему? Дома есть роутер. А вот в шахте лифта, а вот в подвале, а вот на крыше, да, там придется приглашать этого, значит, инженера, ставить эту дорогую интернет-вещь, значит, понимать, как это самое. И только тогда, если выгода этой интернет-вещи за такую цену превысит то, что нам надо, тогда ее можно поставить. Ну, я вам скажу, этот бизнес идет ни шатка, ни валка, не очень, потому что это довольно дорого. И видно, применяют те заказчики, которым это нужно для производства. Вот стоит какой-то завод там в поле, допустим. Ну, такое бывает вот. Ну, или там склад какой-то в поле. И вот нужно осуществить эту передачу. Тогда вот как раз то, что нужно. Там, чтобы не протекла вода, чтобы не было там пожара и все такое, нужно за ним следить. Вот деньги за это заплатят. Вот здесь вот она будет экономически эффективной. Так, у нас еще есть время, 20 минут. Сейчас мы как раз уже заканчиваем. Сколько IOT-устройств можно подключить к одной вышке мебельной связи? Ребята, частота высокая. Там порядка 800 МГц. Вот. То есть, это высокая частота. До 100 тысяч интернет вещей можно подключить к вышке мебельной связи. Где это написано? Это у меня написано вот здесь, в четвертой лекции. Вот здесь вот все можно посмотреть. И там это где-то, вот, собственно, модем, который понимает, значит, вот видите, NB-I-O-T. Вот она. Понимают протокол интернет вещей для мобильной связи. И вот написано. Следующей важнейшей особенностью технологии NB-I-O-T является возможность подключать к одной соте, к одной соте, к одной вышке до 100 тысяч устройств. Вот этим, именно этим параметром, значит, наши, значит, эти операторы мобильной связи, они, грубо говоря, и переплюнули всех остальных операторов интернет вещей. Потому что ни один оператор интернет вещей к своему одному шлюзу не подключит 100 тысяч устройств. А вышка – да. Вот. Поэтому вот развитие будет идти в этом направлении. Как только все эти интернет вещи станут очень дешевыми, легкими в настройке установки, тогда у нас будет бум установки интернет вещей. Мы их можем поставить везде и снимать данные со всех, значит, со всего мира в потоковом времени. Пока технологически сделать это не удается, чтобы оно было дешевым, долго работало и далеко било, и обеспечило устойчивую радио связь. Пока нет. Пока это довольно дорого, пока это не совсем устойчиво, вот, и не совсем долго работает. Ну, три года и больше там. Но в реальности год или три где-то в этом диапазоне. И не всегда это потоковая передача. Так, идем у нас мы уже почти заканчиваем. Какая сим-карта применяется в интернет вещах, подключенных к мобильной связи? Нужно ли оператор мобильной связи менять оборудование для поддержки IoT? Значит, тоже есть все эти, ребята, ответы в этой лекции. Значит, вот тут все написано. Сим-карта там есть специально электронная, называется она как-то Е. Сейчас я посмотрю. Значит, вот здесь, по-моему, есть. Вот, сим-карта, видите? Вот, сим-карта, она называется... Е-сим, так называемая. Значит, для удешевления интернет-вещи даже не применяется стандартная сим-карта. Встроенная такая прошивка, которая там... Вы обращаетесь к этим... К этому оператору мобильной связи. Они вам прошивают номер сим-карты и все. Вот. И есть специальная сертификация, спецификация embedded sim, встроенная сим, remote sim. Так. И последний вопрос, какой там был? Нужно ли операторам менять оборудование? Ребята, еще очень сильно сыграло на руку оператором мобильной связи, что оборудование менять не нужно. Они меняют только программное обеспечение. И это программное обеспечение... Сейчас посмотрим, где это здесь. Это программное обеспечение как раз и позволяет подключать все эти вещи. Значит, для того, чтобы понимать, как быстро это все произойдет и что там у нас есть, значит, ожидается, что цена терминала BOT составит 5 долларов. То есть вот это вот, по сути, это платка. Вот. Что она будет 5 долларов. Ну, скажем так, 5 долларов стоит у нас и вот это CC1350. Для интернет-вещи чистый кристалл это довольно дорого, потому что нужно нащеплату сделать. А пока вот это ИСПОВС-266 и там Bluetooth, есть такие схемы с Bluetooth, они стоят меньше доллара. То есть 5 раз меньше. И это, конечно, пока... Вот такие вот, если бы интернет-вещи вот эти стоили так, то, конечно, их брали бы все. Понимаете, да? Вышки есть везде. Значит, небольшой опыт, и вы можете такую штуку себе поставить. Вот. То есть вот здесь, смотрите, терминал, это не кристалл, это терминал. То есть это уже готовая коробочка. Вот если она будет ставить 5 долларов, это сколько у нас? По 350 гривен. Ну, вполне можно себе поставить. Купили, да, мы поставили кнопочку, нажали, автоконфигурация, интернет-вещи готова. На мобильном телефоне сразу у вас она видна. Вот. Ну, пока этого нет, но если это будет, то тогда, конечно, бум интернет-вещей будет везде. Так. Все, ребята. Это 40 вопрос. Так. Слушаю ваши замечания, вопросы. Пожалуйста, говорите. Так, вы еще есть? Не разбежались, не уснули, ребята? Нет, нет. Все тут есть, да? Хорошо. Так, где тут посмотреть вас всех? Ага. Так, хорошо. Сколько наших тут людей? Тут уже не написано. Вот. Хорошо, ребята. Значит, давайте тогда я прямо при вас. У нас еще, у меня есть еще 10 минут. Вот. Мы тут без перерыва. Я прямо при вас покажу, как зайти на этот стенд, который вот сейчас подключен. Все время там у меня дома. Клубоку круглосуточный. Вы можете заходить. Значит, я прямо при вас вот это дело опускаю. Так, что это такое? Какое-то. А, так. Это здесь есть. Вот я здесь написал, что стенд работал круглосуточно. Можно заходить в TeamViewer. Вот я сейчас внутри сети за него зайду через свой TeamViewer. Вот. Сейчас я посмотрим. Интересно, оно получится. Пишу 477-900-952-298. Подключиться. Так. Проснется ли там этот мой Facebook? Так, да. Так, пишу на английский. Перевел. О, Н, П, О, С, К, С. Так. Да, все хорошо. Все получается. Так. Вот так выглядит рабочий стол того стенд. Видите, маленький такой по сравнению с экраном. Почему? Потому что там разрешение маленькое. Это ноутбук. Вот. Значит, вот он наш TeamViewer. Значит, вот она наша картинка. Что там происходит. Вот, значит, нашего этого блока. Сейчас вот хорошее освещение. Ребята, ночью, вечером там я включаю лампочку, такой светильник ночной. И тоже можно работать. Вот. Значит, здесь у нас наша ардуиновская среда. Стандартная, с которой мы работаем. Даже здесь уже есть все. Вот уже даже кто-то работал. Оставил пример получать температуру и влажность. То есть, даже вам здесь уже помощь. Здесь у него вбито уже доступ по интернету, логин и пароль. От вас требуется только сюда вставить токен. Кстати, а где здесь токен? Вот токен, получается, чар. Так. То есть, это какой-то... А, это кто-то уже вставил свой блок, которого я здесь токена не вижу. Так. А вот блинков. А, вот видно сюда нужно вставить этот токен. Ну, это А. Значит, ребята, это код для новой, значит, для новой, господи, для новой среды, для нового блинка. А где взять код для старого блинка? Вы заходите в файл, примеры, заходите в блинк. Я должен рассказать. Так, ну где он тут? Так. Сейчас будет блинк. Вот он, блинк. Выбираете, значит, блинк. Выбираете Bluetooth Wi-Fi, Stas Andalone. Так, вот он. Так, этот мы тогда убираем. Вот. А в этом Stas Andalone, это старый наш блинк. Вот он. И вот он, видите, наш токен, куда вы это вносите его. Вот. Обычный логин, пароль. Вот. И все. Значит, ну ты посмотри, получается... Значит, ребята, просьба, пожалуйста. Вот этот вот стандартный исходный файл, значит, не портите его, пожалуйста. Значит, если вы сохраните его, вот я допишу, значит, пароль. Местная сеть еще раз. 3, 2, 1. Вот. И там у нас доступ к этому краутеру. Так. Анна, почерк 2, почерк 4, G, H, Z. Вот. Это я еще его сохраню. Сохранить как? Так. Ну, можно Stas Andalone, я напишу Old Blink. Потому что тот, кто, у которого старый блинк, это мобильный в телефоне, через Facebook зарегистрированный, вот для вас это будет прекрасно работать, этот старый блинк. Видите, вот как раз он здесь есть. У кого новое, значит, то там, пожалуйста, вот уже есть, значит, открыт недавний, видите, еще Old Blink, это что, это он же? Да, нет, это вот для нового, видите, отличаются, тут инициализация по-разному, и видно, значит, вот Blink, AutoTaken, ну, как-то там иначе это происходит. Я с новым блинком так и не изучил его, поэтому тут нюансы мне неизвестны. Так. Все. Так, чуть погромче, я не слышу, пожалуйста, можете громче сказать? Тот пример, что для старого, он работает для нового, блинк, тоже. А, работает, да, ага. Ребята, вот я вам как раз этот старый пример, вот он сейчас у вас прямо на экране. Так. Ну вот, можете как раз работать с этим, и там все эти лабораторные работы, кто не доделал, доделывайте. Вот, значит, по-моему, я в этот... в... сюда... в... как тут, господи... в телеграмм, я выбрасывал все эти, вот они, по группам, кто что сдал, кто что не сдал, можете посмотреть. То есть, кто-то, кто сдает, значит, сейчас давайте, ребята, я вам организую. Сейчас у нас еще у меня есть 9.35, еще есть 7 минут, я прям при вас. Так. Значит, идея вам понятна, да, с этим... как его... с этим стендом. Значит, ребята, ноутбук, он хотя такой приличненький, то есть он там 4-х ядерный, вот, но все равно он медленный. Конечно, там придется, там, значит, вот, сейчас, секунды, вот, компиляция, загрузка, ну, там где-то 2 минуты происходит. Ну, подождете, ну, что делать, выхода нет. Вот, компьютеры даже те, которые были в 600-му аудитории, они тоже были не шибко быстрые, там тоже это длилось долго. То есть, в принципе, вот это, вот это, на котором сейчас я компьютерик с вами вещаю, у него там, это i5, 10-го, 10-го поколения. Да, он это дело несколько раз быстрее, но где же мне взять такое количество этих компьютеров. Поэтому, вот, неудобство в том, что оно там долгенько работает, вот. И давайте я вам выйду из этого. Все понятно, закрываем это дело. Вот. Это мой компьютер, за которым я работаю, тут его вход. И я вам хотел... Елки-палки, что же я хотел показать? А, вот что, Google Class, куда все это направлять? Значит, в принципе, можно сделать так, чтобы это все подстегивать Google Class. Значит, я вам тогда... Сейчас я это сделаю. Так, почему оно у меня не включается? Ага, вот оно. И я здесь сделаю это, что у нас? Так, это это. Google.com и здесь. Так, и тут вот оно. Google Class. Так. Я вам вышлю от него. Значит, код. Так. Так. Значит, у меня AD такого нет. Системы IoT. Ага. AD 181. А мы с вами 190. Значит, это прошлогодняя. Значит, тогда я создам новую группу. Создать курс. Так. Ну, я тут немножко обманываю их. Так. Название курса. IoT. IoT. Так. Наверное, лучше так. Раздел IoT. А здесь напишу. Да, здесь я напишу AD 191. Тут можно даже так написать. AD 191. Так. По-моему, так посмотрим. Вот. И я вам дам. А это у нас сейчас 192 группа, да, ребята? Это или какая у нас сейчас здесь? Так. И здесь задание. И здесь вот. Давайте я. Вот 191. Я вам перешлю вход на него. Вот она. Ссылочка. Значит, для того, чтобы зайти в Google Class, ребята, нужно иметь, значит, эту самую запись, Google, гугловскую запись. 191. Так. Вход в Google Class. Google Class. Так. И 192 группа. Сейчас я вам сделаю 192. Так. Настройки курса. И я сделаю тогда вот так. Это вот так, наверное. Курсы. О. AD 192. Создать курс. Так. Нет. AD 192. И здесь IoT. IoT. Так. Есть. Создать. Все. И я там сделаю задание для всех лабораторных работ. И вы туда можете подстегнуть. Зачем это нужно? Потому что в этом телеграме там будет свалка из всех этих лабораторных работ. Вот. А здесь получается, вы разделены каждой отдельности. И более того, там сразу идет график такой, ну, шкала оценок. Вы сразу все это видите. Вот. Поэтому в этом плане тратится намного меньше времени. Вот. Так. Сюда. 192. Так. Вход. Google класс. Так. Есть. Так. Так, ребята. Это у нас 192 группа. У нас с вами вторая пара с вами же или все? Или... Потому что там как-то через раз я... Да, с нами следующими. А, следующая вторая пара. Ага. Чудесно. Так. Хорошо. Тогда у нас 15 минут перерыв. Я там... Мы как раз на этом стенде и поработаем. Вот. Значит. Я сейчас посмотрю. Давайте посмотрим. 192. Кто там что сдал. 192. Так. Опускаемся ниже. Кто что сдал, не сдал. Так. Где тут наша... Вот она. Итак. Значит. Дистанционная. Вот. Дистанционная. Получается. Голуб... Ну да. Есть люди, кто есть только два человека, которые дистанционно ребята сдали. Есть P просто дистанционная, кнопка, и есть P дистанционность DHT. Вот. Три человека. Вот. Три были, но не успели сдать. Значит. Сегодня тогда в спокойном темпе, ребята, на второй паре, вот, вы заходите на этот стенд, вот, туда. И ну и я вместе с вами. А, я буду смотреть. И там вам помогать, подсказывать. Вот. И все. И вы там, значит, это делаете. И прямо я заношу в этот самый туда, и, значит, загружаю. Сергей Борисович, можно спросить? Да. А вот я берег Данила, и хотел спросить, что еще нужно сдать. А когда ты говорили, что... Ну, я спрашивал по поводу одной колонки, вы говорили, что... Неважно. А, вам? Вам нет. У вас все хорошо. Смотрите. Значит, кнопочка. А, вот, получается, нам нужно, что кнопочку, кнопочку все должны, должны сдать кнопочку. И АЦП мы еще с вами дистанционно сдадим. То есть, я еще нарисую там вот эту вот... Сейчас, ребята, я подумаю. Знаете, вот такие, как вы, нужно ли вам еще что-то сдавать? Ну, наверное, нужно сдать вот эту АЦП, освещенность нужно сдать. Смотрите, у нас будет курсовой, то есть, я к чему все это подвожу. У нас какая идея? Наша главная цель какая? Это вы должны в курсовом сделать интернет-вещ, которая измеряет температуру, влажность, освещенность и чем-то управляет. К примеру, она должна уметь включить лампочку и что-то плавное сделать. То есть, оповернуть моторчик туда-сюда. Поняли, да? Открыть окно немножко. При закрытии окно немножко. Вот это вот наша полноценная интернет-вещ. Вот, поэтому мы должны с вами дистанционно, в лабораторных работах, каждый блок сдать. То есть, мы сделали что? У нас есть ESP-кнопка дистанционная, вы ее сдали. Ага, дистанционная, смотрите, беряк, раз вы ее сдали, вам вот эту вот во второй вкладочке баттон сдавать уже не нужно. Потому что, ну, смысл вас мучить этим. И вы сдали, кроме кнопки, еще сдали DHT. Значит, нам нужно еще измерение освещенности, то есть, это АЦП. Оно же АЦП. Вот. Оно же АЦП. Поэтому здесь будет, оно закроет это. И у нас еще будет сервомотор. Вот. То есть, две лабораторных работы. Измерение освещенности и сервомотор. Лампочки мы с вами дистанционно сразу, там, это уже сразу готово. Вот ESP, вот смотрите, у нас как? Есть, вы видите мой курсор? ESP дистанционно, это что? Это у нас просто, мы включали лампочку с мобильного телефона. Потом мы на мобильном телефоне видели нажатие кнопки. И мы на мобильном телефоне видели температуру и влажность. Нужно еще на мобильном телефоне видеть освещенность. И с мобильного телефона управлять чем-то плавно. То есть, сервомотором. Все. И курсовой, по сути, вот он будет из этих работ состоять. Понимаете? Вот. Что там еще может быть? Кто еще? Я думаю, что может быть я сделаю стенд с фотографией. Кому интересно. И я на одной из таких вот встреч, я покажу как работать. Там уже у нас будет не ESP 266, а ESP 32 с камерой. Есть два таких у меня набора. Я посмотрю, я сделаю стендик. Вы можете заходить и вот сфотографировать, получить на телефон. То есть, это еще более крутая работа. Это желающие, там энтузиасты могут сделать. Там 100 баллов сразу за это дело. Понимаете? Там, ну как я расскажу, конечно, но тоже нужно будет немножко разобраться. И все. Вот. Значит, все эти курсовые будут, ребята, одинаковые по сути своей. Да. Да. Прием и аналогов цифровых сигналов, и передача аналогов цифрового сигнала. Ну, больше там ничего нет. Единственное, что можно как-то это, что можно заточить. То есть, ну понятно, что это умный дом. Но можно сделать раздел курсового проекта, что он там управляет иллюминацией. То есть, у меня там есть такая линточка светодиодов полноцветная. И можно взять проект, который будет ей управлять, с мобильного телефона. Просто управление там по программе. То есть, какие-то там есть такие проекты в интернете, где вот это делается. Чтобы у нас хотя бы было хоть небольшое отличие в курсовых проектах. Я еще что-то придумаю. Но вот нам сейчас нужен вот этот обязательный джентльменский набор управления интернет-вещью. Всеми аналоговыми цифрами на вход и на выход. Все это должны сдать. А пока мы в этом там пару недель будем этим заниматься, уже с курсовыми там придумаю какие-то подвиды. Чуть-чуть небольшие подвиды курсовых, чтобы вы не переписали друг у друга. Но, конечно, курсовой вы должны защищать обязательно в виде видео. То есть, то, что вы напишите его в электронном виде, понятно. Но еще нужно отчитаться в виде видеообращения. Понимаете, там кратко пройтись по кодам, сказать каждая строчка, что объясняет и как эта штука работает. То есть, там от 1 минуты до 3 минут достаточно. Почему это нужно? Потому что даже если вы списали курсовой у кого-то, вот, что будет, естественно, обязательно, то проговаривая, у вас что-то, хотя бы что-то в голове остается. Не только проговаривая, а вам нужно запрограммировать на этом стенде, показать на своем мобильном телефоне. Волей-неволей вы это проделаете, и у вас что-то в голове останется. Вот такой план наших действий. Понимаете, да, у нас еще осталось с вами 2 месяца до 20 декабря. Вполне нам по силам все это сделать красиво. Если кто сделает раньше все это, сдаст курсовой, ребята, можете заниматься своими делами. Понимаете, как вот в музыкальной школе нужно учить ребенка, чтобы он играл на фортепиано. Тема интернет-вещей нужно, чтобы вы умели делать интернет-вещи. Когда вы мне показываете, что вы умеете ее делать, ну все, вы курс закончили. Что от вас я могу еще требовать, понимаете? Да, там придираться у меня нет смысла. Так, идею вы поняли, да, ребята? Еще вопросы какие есть? Сергей Борисович, это Медяник Евгений. Да. Вам доздавал еще позапрошлой среде лабораторную по измерению температуры? А, я ее не проверил, да? Ребята, хорошо, да. Идеечки, вот. Мне осталось, по-моему, только кнопка. Ну, хорошо, хорошо. Давайте на второй паре сейчас мы со всем этим разберемся. Да, хорошо. Да, на второй паре мы сейчас со всем этим деталями разберемся. Я проверю, плюсик я вам поставлю. Хорошо. Нет вопросов, да. Так, ну, смотри. Сергей Иванович, можно вопрос тоже? Давайте. Мы сейчас будем на следующей паре разбирать какие-то новые лабораторные? Смотрите, это все зависит от желающих. И кто сейчас есть. Смотрите, если ребята сейчас, те, кто присутствуют на этом занятии, это те же, кто сдал уже все, понимаете? То тогда мы с вами будем двигаться дальше. Что двигаться дальше? Значит, мы тогда сейчас с вами на этой паре, мы сейчас с вами сделаем освещенность. Там код очень простой. Я, ребята, попытаюсь подключить... Аааа, сервомотор у меня... Нет, сервомотор у меня здесь есть. Я попытаюсь подключить сервомотор, вот, чтобы вы им дистанционно поуправляли. Вот. Это нам на пару хватит вот так вот, понимаете? Вот. Если есть люди, которые сейчас, вот, они не сдали вот это вот, то, что здесь, то, пожалуйста, ну, смотрите, вы, так как вы уже продвинуты, вы уже на стенде работали дистанционно, вы уже знаете, то, ну, я бы вам такая просьба вперед пропустить людей, которые вообще со стендом не работали, вот, чтобы они тут с моей помощью там поняли, освоились хотя бы с ним, как это делать, вот. И сдали там свои работы, если такие сейчас здесь есть, среди присутствующих. Ну, в общем, мы в 9.50 с вами все это дело там посмотрим, кто есть, кто что сдал, и спланируем нашу работу, что мы будем делать. Еще вопросы? Так. Ну, вопросов нет. У меня есть Сергей Борисович, а это же на курсовом нужно будет еще и этот, ну, типа, отчет, документацию. Да, да, значит, ребята, насчет отчета документации, значит, вы заходите вот сюда, значит, 2020 осень, и там должен быть, я не знаю, курсовой. Есть, вот видите, курсовой. И там есть курсовой на, на курсовой образец, на 100 баллов. Вот. Готовый. Вы его берете, выбрасываете оттуда, значит, ну, здесь что-то там другое, да. Вы меняете название, все, что там, и вставляете свое. Главное, потому что бывает не все успевают выкинуть, и смотрю, вроде бы человек делает интернет вещи, а остался кусок от света музыки. То есть не забывайте выкинуть все лишнее, понимаете, хотя бы, вот. Вот, значит, и здесь все эти разделы как нужно. Вот просто, поэтому я максимально вам облегчаю. Ребята, я пришел в образование из инженерии, я понимаю, что деньги платят не за хорошо оформленную бумагу, а за рабочий проект, понимаете. Поэтому вот к этой отчетности я отношусь, ну, не сильно серьезно, скажем так. У меня с бумагами, то есть не люблю я бумаги, я вам скажу. Я люблю, когда вы умеете что-то делать реально, вот оно работает, все. Это специалист, который мы заплатят зарплату. Поэтому я вам даю готовый курсовой, где вы по аналогии, все, что посмотрите, что здесь как написано, вот, и сделайте свой. Понятно, да? Значит, что должно быть в курсовом? Он состоит, по аналогии с дипломом, он состоит из трех разделов. Первый раздел. Вы должны сделать базарный обзор, вот ваша интернет-вещь, которую вы делали, есть ли ее аналоги. И таблица в конце должна быть, вот, значит, этих аналогов и вашей интернет-вещи. И сказать, что ваша интернет-вещь дешевле, лучше все остальное ерунда, что они сделали. Вот, они плохие люди. Вот, видите, здесь вот обзор, вот в конце сравнительное. Вот, значит, такой диско-шар, такой там, это самое, столько-то стоят, а вот наше. Вот, разрабатываемся, там дешевле, лучше в всех отношениях, поняли, да? Ну, или там, если не лучше, не дешевле, то скажете, для обучения предназначено. Ясно, да? Это вот первый обзор базарный. Второй, вы должны выбрать из того, что есть, какую железяку применить. И вы должны все эти железяки перечислить. Вот у нас есть Ардуино железяка, такая, такая, у нас есть Стэн-32, у нас есть Расбери. Ну, а в вашем варианте будет два варианта, Ардуино и даже три. Ардуино, ESP-266, ESP-32. И вы должны сказать, что лучше. Ага, камера мультимедиа, значит, ESP-32. Ага, там, допустим, просто показание счетчика, значит, ESP-266. А если нам нужна там какая-то дешевизна или предмет обучения, значит, у нас может быть Ардуино вместе с Блютусом. Почему Ардуино вместе с Блютусом меньше потребляет энергии, чем ESP-266. Поняли, да? То есть вы должны обосновать. Эти все железки вы должны описать и потом в конечном итоге обосновать. Вот здесь они все перечислены. Это второй раздел, называется проектирование. Потом, когда и в конце этого проектирования, должна быть схема, какую железку вы выбрали. Вот здесь, ну, не из таблицы, а здесь написано так. Вы выбрали Raspberry, такой-то преобразователь, такой-то микрофон. При этом выбор нужен из нескольких вариантов. Так и вы должны в конце написать. И третий вариант – это уже, собственно говоря, сборка или реализация. Должна быть блок-схема, вот такая крупная. Потом должна быть краткое описание всех этих блоков. Вот. И должна быть еще, значит, электрическая схема. То есть какой провод к чему подключен. Вот где-то в конце должна быть эта схема. Вот она, видите, электрическая схема. Это по железу. Вторая часть этой реализации, вот должна быть что? Вот она, видите, еще электрическая схема. у вас должна быть программная часть то есть у вас должно быть вот питон видите должен быть указан алгоритм и сама программа ну тут не питон у вас там что другое будет да вы должны писать алгоритм а программу собственно код вы приложение засунете вот все вот и весь курсовой здесь свои вот он ведь и выводы там потом что еще выводы там список литературы ссылки на интернет эти самые приход программы вот по курсовому понятно вам ребята но когда вот все есть готова болванка вы на ней делаете свой курсовой так ну если вопросов нету давайте пять минут перерыв я пойду чай выпью вот то знаете когда электр голодный их то у него течет слюна и захлебывается поэтому иногда нужно что-то бросить в рот поесть и выпить чай или сходить туалет чтобы потом быть состоянии работать вот и в общем удерживать фокус внимания у людей так ну тогда все ребята я тогда микрофон выключаю через пять минут мы встречаемся мы там с вами смотрим что вообще мы с вами будем заниматься так я выключаю туда запись